Очередным протестом решили напомнить о своей проблеме жители домов на Шкодовой горе, которые с начала отопительного сезона сидят без тепла. Люди устроили предупредительную акцию, перекрыв движение транспорта. Митингующие говорят, что декабрь – не лучшее время для холодных батарей. У нас дети, полно детей. А у нас нет отопления. Холодно. Греемся каминами. Чем можем? Каминами, конечно, не нагреемся часто. Почему? Потому что свет выбивает. А свет выбивают очень часто, поэтому холодно дома. Каждый день по три раза на день выключают свет. Мы вышли на улицу просто напомнить о том, что мы здесь есть, мы живые, мы замерзли. Помимо того, что мы сидим без отопления, при включении электроприборов у нас не выдерживает трансформатор, уже закипал он не один раз, и там все отключается. Мы сидим еще и без электроэнергии. Дети делают уроки при телефонном фонарике. Нередко между протестующими и водителями заблокированного транспорта возникали словесные перепалки. Вы шкоты, шкоты. Я порошенко и я грою, вы шкоты. Все. А наши дети, баба, дети, задержали. Блин, баба, 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 бери в больницу, ребенок дома, одись. Спустя почти час начала акции на место прибыл представитель Суворовской райадминистрации. Чиновник рассказал, что город сделал все возможное. Отопительное оборудование завода готово. Последнее слово за кабинетом министров. Мы ждем о том, что кабинет примет поправку к 632-му постановлению, которое дало бы юридическую силу «Укртранснефтепродукты» использовать это оборудование. Вы об этом знаете? Да. Так? Ну я, да. Ну так, что? Поэтому там все сделано. Горелки сделаны. Кип сделан. Автоматика сделана. То есть, сегодня готовы. В мэрии подтвердили, что повторно обратились к админу с просьбой скорее дать необходимое разрешение. К тому же Александр Ляшенко сообщил, что до конца текущего года будет закончен проект постройки двух газовых отопительных модулей, которые уже в следующем году должны будут отапливать 15 домов Шкодовой горы, независимо от ситуации на нефтеперерабатывающем заводе. Сытый уже начинает, блядь, с мая.